Субтитры делал DimaTorzok Классика у стен древнего города. Лучшие оперные певцы мира выступят в рамках фестиваля опера в Херсонесе. Как проходит подготовка к масштабному событию. А теперь об этих и других темах подробнее. Как помочь собственникам Мусона теперь решают вместе правительство и предприниматели города. Разработана специальная дорожная карта, где сроки рассмотрения вопросов сокращены в разы. Но владельцы торгового комплекса не спешат ее выполнять. Что еще необходимо, чтобы Мусон заработал на законных основаниях, разбирали на совете предпринимателей Севастополя. Контроль за ситуацией будет постоянный. К открытому обсуждению проблем Мусона подключилось бизнес-сообщество города. Этот вопрос стал одним из основных на заседании Совета предпринимателей. По решению судов из-за нарушения требований пожарной безопасности в Севастополе были закрыты 17 объектов. 7 из них предписания МЧС выполнили и работают. Мусон один из самых проблемных. Проверка МЧС и прокуратуры в июне показала. Из 102 нарушений было устранено только 70. В июле месяце главное управление поступило на регистрацию декларации о пожарной безопасности на гостиницу Мусон. Поступили для рассмотрения разработанные специальные технические условия по спортивному комплексу Мусон. Центральный аппарат МЧС России для согласования направлены разработанные специальные технические условия на сам торгово-развлекательный центр Мусон. По нашим данным ведутся работы по оборудованию системы противопожарной защиты спортивного комплекса Мусон. На данный момент все направленные документы рассматриваются в установленный срок. Нарушены не только требования пожарной безопасности, но и земельное законодательство. Выявлено нецелевое использование земельных участков самострое. Некоторые корпуса Мусона так и не введены в эксплуатацию. Еще на комиссии по чрезвычайной ситуации, Дмитрий Владимирович, полтора месяца назад собственнику торгового центра был предложен план мероприятий по выходу из ситуации. К сожалению, определенные действия со стороны заявителя были проведены, но они проводятся не в должном, как я считаю, не в должной мере. Чтобы ускорить процесс легализации земли под Мусоном, правительство пришло на помощь владельцам торгового центра. Разработали дорожную карту, где пошагово прописаны все мероприятия и обязательства всех сторон по приведению вида разрешенного использования земли в соответствии с законом. Все сроки, которые указаны в дорожной карте, они не то что регламентированы и установлены, они уменьшены в несколько раз для того, чтобы форсировать работу и помочь запустить работу данного торгового центра. Но, как пояснил Рустам Зайнулин, заявление об изменении целевого назначения земельных участков департамент по имущественным отношениям не поступало. Мы поэтому подали иск, чтобы он начал что-то делать. Мы предложили дорожную карту. Я на совете предпринимателей прошу это каждый месяц проверять. Исполнить дорожную карту, потому что объективно, я не знаю, как он будет введен. С 2014 года земельный вопрос собственники Мусона так и не урегулировали. Я не могу подать до устранения всех границ. А устранить границ я не могу, потому что все время рождаются какие-то новые документы. Я сейчас подаю на этот, у нас завтра, по-моему, через этот самый, через МФЦ юрист подает. На помощь владельцу Мусона решили прийти и предприниматели. Директор строительной компании готов предложить помощь профильных специалистов с оформлением документов. Я понимаю, что, наверное, Павел Мусон занимается, скажем так, немного другим видом деятельности, как градостроительство. Поэтому я бы, как Севастополец, предложил помощь своих специалистов безвозмездно, дабы запустить, в частности, спорткомплекс как можно быстрее. То есть из тех всех претензий, что я услышал от департамента архитектуры ДИЗО, это просто грамотная работа, системная работа специалистов на свое место. Однако собственник торгового центра неоднократно ссылался на украинские документы. Но предписания МЧС впервые появились не в этом году, они были и ранее. И земельный вопрос возник не сейчас. Если бы в 2015 году это было сделано сразу, вот Среди Алексеевич сказал, то сегодня ни в 2016, ни в 2017, ни в 2018 году мы бы это даже не обсуждали. И тогда, кстати, МЧС дал отсрочку, сколько, год или два года даже, на все это дело. Дело просто не в том, что украинские рельсы можно проложить параллельно российским рельсам с точки зрения законодательства. Вот так я коллегу перефразирую. Не получится ездить по украинским рельсам по территории Крыма. Вот и все, в правом смысле. Подобные проблемы с несоответствием целевого назначения земли были и у другого торгового центра Добростроя. Но совместно с правительством владельцы объекта нашли решение и выполняют дорожную карту. И таких общественных обсуждений не понадобилось. Была проверка, была нестыковка украинских документов с российскими документами. Была сделана дорожная карта. Нас услышали. И, в принципе, мы идем к цели, чтобы все-таки это заменить. Но, я думаю, у нас вопрос был гораздо-гораздо меньше, чем вот, который мы сейчас здесь затрагивали. Изменение разрешенного вида использования земли – необходимая мера. Только после этого муссон может быть введен в эксплуатацию и работать законно. Многие моменты были озвучены как бы в открытую и были понятны тем, кто не знал. Наверняка все поняли, в чем собственная причина. Даже при наличии безопасного объекта данного, он не сможет быть эксплуатирован, потому что он не введен в эксплуатацию по градостроительным нормам. И наша позиция, она такая принципиальная. Не нужно манипулировать такими моментами, политическое русло выводить их. Манипулировать детьми, прикрываться родителями. Первым сентября – это неправильно. Нужно все требовать, выполнять все требования и приводить все в соответствие. Кроме того, обсудили предприниматели и участие в социально-экономическом развитии города. В частности, налоговые отчисления в бюджет. Были озвучены цифры по муссону. Суммы, уплаченные в городскую казну, снизились с 71 миллиона рублей в 2015 году до 42 миллионов рублей в 2017. Здесь речь идет не о том, на какой системе налогового обложения компания находится. То есть это либо общая система, либо упрощенная система. Это в целом те данные, которые налоговая служба предоставила в разрезе 2015, 2016, 2018 и первой половины 2018 года. И как мы из нее видим, общие платежи в консолидированный бюджет Севастополя. То есть есть платежи в федеральный бюджет, есть платежи в консолидированный бюджет города Севастополя. Они снизились, существенно снизились. Исполнение дорожной карты будут ежемесячно контролироваться на заседании Совета предпринимателей Севастополя. Через месяц в повестке должен быть и вопрос о результатах повторной проверки Мусона, прокуратуры и специалистами управления МЧС. Марина Кравцова, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя. Далее о происшествиях. Пожар, который произошел ночью 9 августа в артиллерийской бухте, удалось ликвидировать менее чем за час. Об этом сообщили на официальном сайте главного управления МЧС России в Севастополе. Сообщение о возгорании поступило в оперативно-диспетчерскую службу ведомства в 23.46. А уже через 6 минут в артбухту прибыли сотрудники пожароспасательных частей. К этому времени горели кафе «Лица» и «Ёжики» на площади в 120 квадратных метров. Сотрудникам МЧС удалось оперативно устранить возгорание. В результате происшествия никто не пострадал. Уточним, к ликвидации пожара привлекли 42 человека и 13 единиц техники. Причины происшествия устанавливают. А на заседании правительства Севастополя обсудили работу комиссии по делам несовершеннолетних. Также внесены изменения в систему работы МФЦ и утвердили реализацию программы «Самый дружный двор». Возвучены и новые цифры прожиточного минимума в Севастополе. Подробнее расскажет Катарина Вербицкая. Основной причиной правонарушений в молодежной среде называют отсутствие контроля со стороны родителей и их асоциальный образ жизни. По данным Департамента общественной безопасности, в городе порядка 150 семей находятся в социально опасном положении. Около 500 сирот старше 14 лет нуждаются в обеспечении жилыми помещениями, а 32 ребенка находятся в организациях для детей-сирот. Их воспитанием занимается государство. Чтобы улучшить ситуацию и повысить эффективность работы комиссии по делам несовершеннолетних, в структуре Департамента общественной безопасности создан специальный отдел. Предлагается полностью перестроить деятельность комиссии по делам несовершеннолетних, обновив их состав. Главные ориентиры – защита конституционных прав детей, детей-сирот, семей, нуждающихся в помощи и многодетных семей. Предупреждение беспризорности, профилактика наркомании, алкоголизма, правонарушения несовершеннолетних и противоправных деяний в отношении них. А также пресечение случаев склонения их к суицидальным действиям. Члены комиссии будут проводить регулярные проверки условий воспитания и обучения в детских садах, школах, интернатах и училищах. Защищать имущественные и трудовые права детей, а также проводить воспитательные мероприятия. Еще одна тема совещания – социальная поддержка отдельных категорий граждан. У нас есть такая категория, как специалисты на селе – медицинские, преподаватели, культуры и ветеринария. Если мы не внесем изменения в наш 106-й, потеряют право на эти льготы. Поэтому первое изменение связано с сохранением льгот ранее существовавших. И второе – это то, что уже правительство утвердило. Это касается отдельной категории, всего 13 человек. Это ветераны службы безопасности Украины, которые за время службы не получили статус ветеранов этой службы. Внесли изменения и в систему МФЦ. Ее дополнят новой услугой. Заключение договоров на новый срок с арендатором, исполняющим свои обязанности в отношении недвижимого имущества. У нас такой регламент есть в отношении земельных участков, сейчас в отношении объектов недвижимости. Утвердили и перечень объектов, которые благоустроят в 2019 году по программе «Самый дружный двор». По итогам конкурса победителями стали 50 дворовых территорий. На реализацию проекта выделят порядка 75 миллионов рублей. Конкурс был проведен до 1 августа этого года. Это позволит до конца текущего года провести процедуру формирования проектно-смертной документации, провести процедуру закупок и с начала 2019 года начать реализацию ремонтных работ. На заседании правительства утвердили и новую величину прожиточного минимума для севастопольцев. Во втором квартале 2018 года она выросла в среднем на 4% и составила 8267 рублей для пенсионеров и 10 766 рублей для детей. Катарина Вербицкая, Илья Якушев, информационный канал Севастополя. Дмитрий Овсянников вручил благодарственные письма от президента России сотрудникам правительства Севастополя и представителям партии «Единая Россия». В частности, за активное участие в работе по подготовке и проведению выборов 18 марта наградили заместителя губернатора Владимира Базарова, директора департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления Валентину Демидову, начальника управления по делам молодежи и спорта Сергея Резниченко и председателя регионального отделения партии «Единая Россия» Бориса Колесникова. Благодарственные письма получили также и другие представители правительства города. А в Севастополе активно идет благоустройство придомовых территорий. Сейчас завершен ремонт асфальтового покрытия на всех объектах. 9 августа заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров проверил результаты строительства. Подробность в сюжете Михаила Кумброва. Еще в апреле дворы Гагаринского района были не в самом лучшем состоянии. Местами отсутствовало дорожное покрытие или тротуары. Ремонт начался в июне. Подрядчики отремонтировали 25 дворов в районе. В четверг Владимир Базаров проверил качество выполненных работ. Сделано вот как для людей. Специально попросили в каждом дворе персонально. Слушай, ну двор хорошо сделан. Вот так, по большому счету, придраться нечем. В порядок привели 101 объект. Везде завершено асфальтирование. Сделаны тротуары и газоны, посеяна трава. Стоимость ремонта составила 290 миллионов рублей. Сегодня мы посмотрели несколько объектов Гагаринского района. Надо сказать, что объекты достаточно такие обширные. Включаются дворы 5, 6, 7 домов. Качество работ, я считаю, удовлетворительно. Есть незначительные недоработки, недочеты. То, что очень быстро исправляется. И подрядчики это в ближайшее время сделают. Были учтены ошибки прошлого года, благодаря чему удалось завершить все работы гораздо раньше. Для сравнения, в 2017-м из 104 объектов лишь 28 отремонтировали в срок. Представитель подрядной организации заявил о готовности дворов. Можно, наверное, сказать не 100% прилукавить. 99,9% так как маленькие доводочки. Где-то грунт еще досыпается, где-то травка, которая не взошла, досеивается. Где-то остатки строительного мусора практически уже 99% вывезен. Еще учитываем пожелания жителей, которые просят еще что-то. Чуть-чуть здесь подделать, чуть-чуть здесь подделать. Все замечания Владимир Базаров сразу же поставил на контроль. Мы поехали по дворам, по дорогам. Но тут такой бардак свалки. Значит, стоит контейнерная площадка, вернее, выкаченные контейнеры. А чуть ниже старая контейнерная площадка, заваленная мусором. Отправьте своих. По словам заместителя губернатора, было отремонтировано 33 километра дорожных проездов и 39 километров тротуаров в 2018 году. Вместе с тем, финансирование этой программы будет продолжаться в ближайшие три года. На следующем этапе предстоит привести в порядок внутриквартальные проезды и въезды во дворы. За ходом проверки благоустройства города следили Михаил Кумбров, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя. Далее о новостях культуры. Лучшие оперные певцы из России, Италии, Германии и Колумбии выступят на фестивале опера Ферсонеси. Артисты уже в Севастополе. Они ежедневно репетируют, оттачивая все нюансы совместно с Академическим симфоническим оркестром Крымской филармонии, чтобы покорить севастопольскую публику. На одной из репетиций побывала Елена Карнаухова. Певица из Германии Мелани Динер завоевала звание одной из самых популярных в мире. Ее голос выделяется теплотой и эмоциональным звучанием. В репертуаре певицы партии Агаты и Врианты в операх Вебера, Леоноры в Фиделио Бетховена, Элен Орфорд в Питере Граймсе Бриттена, Анны в Виллисах Пучини. Мелани Динер выступала с ведущими оркестрами Европы, Соединенных Штатов Америки и Японии. Сотрудничала с выдающимися дирижерами Клаудио Абада, Кристофом Эшенбахом, Пьером Булезом. Сегодня она поет в сопровождении Академического симфонического оркестра Крымской филармонии. На сцене удивительное взаимопонимание музыкантов, хотя русского языка певица не знает. Мелани Динер из Германии привезла Вагнера большую арию смерти Зольды, которые вообще очень редко исполняются в России. И даже в Москве очень редко это бывает, в Большом театре. Поэтому это само по себе, то, что это будет здесь звучать, это уже событие. Потому что Вагнеровская тема, она отдельная, ее очень сложно петь, не все ее поют. Многие ее даже там боятся и так далее. Но вот здесь мы ее услышим. На фестиваль опера в Херсонесе приезжают лучшие артисты не только из России, но и зарубежья, Италии, Германии, Колумбии. В программе шедевры разных эпох. Артисты исполнят оперы и арии мировых композиторов. Верди, Пучини, Безе, Чайковского, Римского, Корсакова. Я буду петь сольных два произведения. Это Ария Германа из «Пиковой дамы» и Ария Квардос из оперы «Тоска». Это такие оперные хиты. А еще ансамбли, дуэты. Может быть, мы споем дуэт из «Весайдской истории» композитора Бернстайна, который называется «Сцена у балкона». На английском языке очень красивая музыка. И, естественно, хиты. Это застольные из травяты, фуникули-фуникуля, неапалитанская песня знаменитая. И севастопольский вальс, конечно. 10 августа у стен древнего города представят оперу «Дидона и Аней». На 11 число запланирован камерный концерт «Два века русского романса». 12 августа зрителям представят оперу «Евгений Онегин» и программу «Танго вокруг света». Я хочу показать вокальную сторону танго. Такая же страсть, как и в танцевальном танго. Только там еще прибавляются слова, конкретные слова, конкретный смысл. Ну и, конечно, испанский язык в основном. Хотя есть прекрасные танго на французском, на итальянском. И даже будут несколько танго на русском языке. Всем известны эти черные глаза и другие тоже. Сегодня билетов на фестиваль опера в Херсонесе уже не достать. Их раскупили за несколько дней после того, как они поступили в продажу. И зрители уже ждут шедевры мировой классики в исполнении лучших голосов оперной сцены. Елена Карнохова и Михаил Волобоев. Информационный канал Севастополя. В редакцию нашего канала обратились жители дома номер 61 по улице Хрусталева. Севастопольцы пожаловались на то, что после дождей начал осыпаться фасад дома. Проблема коснулась целого подъезда, а управляющая компания бездействует. В проблеме разбирался Михаил Кумбров. Когда идут дожди, падают камни. Вот он держится на соплях, извините. Вот. Отваливается. Рухнувший кусок бетона – это фрагмент фасада дома 61 по улице Хрусталева. В управляющую компанию жильцы обращались неоднократно. Получили ответ, что капитальный ремонт дома запланирован на 2038-2040 годы. Зданию больше 40 лет. По словам жителей, за все время капремонта не было ни разу. Вода льется, льется вниз к соседям. Вот отсюда, вот вы видите, все. Вот эти камни тоже осыпаются. Ну, понимаете, страшно. Оно все вот напитано водой и такое рухнет. Рухнет, никто ничего не обращает внимания. Просто вот сос, беда. Элементы фасада продолжают осыпаться. Особенно этому способствуют осадки. Уже оголилась арматура. Жильцы переживают за состояние дома, а также, что камни могут упасть на прохожих. Вот эти вот штуковины летят с пятого этажа. Сегодня, или завтра, или через месяц. Вот кого-то, особенно дети здесь копошатся у нас под балконами. Кого-то прибьет. И кто-то будет отбить тогда виноват. Компания наша, управляющая. Силами управляющей компании перестелили кровлю крыши и сделали тротуар у подъезда. Однако, по словам жильцов, вся проделанная работа низкого качества. Крыша протекает. У меня сделан ремонт. Электропроводка выведена на лоджию тоже. Как только дождь, как только ветер, все сыпется, все льется. У меня уже все льется до второго этажа. Обращались, куда мы только не обращались. Никаких результатов. Асфальт, уложенный меньше года назад, местами провалился. Горожане жалуются. В доме есть пожилые люди. Но даже об элементарных удобствах строители не позаботились. Вот. О, села. А теперь встать. А теперь встать попробуем. А они, бабушки, заходят. Они заходят. Покажи, как они заходят. А вот здесь кирпичики. Мы им уже положили кирпичики. Вот так они наклоняются. Кирпичики вот сюда вот заходят. Вот так вот. И вот так бабушки у нас сидят. Жильцы этого дома неоднократно пытались попасть на прием к директору управляющей компании. Но он никого не принял. Кроме того, нашей съемочной группе было обещано, что на месте будет представитель компании. Но за время съемок никто из сотрудников организации так и не появился. Редакция нашего канала продолжит следить за ситуацией. Михаил Кумбров, Александр Тарасенко, информационный канал Севастополя. Сотрудники Севастопольского лесничества вышли в рейд по незаконным местам отдыха. Контроль проводят ежедневно. На этот раз проверили часть особо охраняемой территории заказника Байдарский ближний Безюк. Цель рейдов напомнить о правилах пожарной безопасности в лесу. И в целом провести профилактику правонарушений природного законодательства. О результатах проверки расскажет Светлана Федодеева. Это особо охраняемая природная территория Байдарский заказник. Здесь множество достопримечательностей и живописных мест. Но красоту можно только созерцать. Мы находимся на Форосском канте. Открываются здесь панорамные виды на сам Форос. Но отдыхать здесь, ставить палатки и тем более разводить костры строго запрещено. По территории можно только гулять. Через Байдарский заказник пролегает большая севастопольская тропа. Его часть, ближний Безюк, осмотрели сотрудники севастопольского лесничества. По дороге заметили пристанище с мангалами. Для того, чтобы не разводили кострыща, мы его просто разваливаем, то есть растаскиваем камни, чтобы не было, опять же, повода распалить костер. А когда люди приходят, они начинают. А вот здесь было. Мы фиксируем на фотоаппарат эту территорию. Участковый инспектор Павел Гунев за это лето выходил в рейды около сотни раз и оформил 46 протоколов, в основном о нарушении правил пожарной безопасности. Севастопольцам и туристам напоминают, за разведение костров и установку палаток предусмотрен штраф от 3000 рублей для физических лиц, для юридических сумма в 10 раз больше. Итог рейда. Не нашли ни одного туриста, отдыхающего в лесу незаконно. И как отмечают сами сотрудники севастопольского лесничества, если нет нарушений, значит профилактические меры действуют. А гуляли по одному из самых красивых мест Байдарской долины Светлана Федодеева и Павел Булгаков, информационный канал Севастополя. Извержение вулкана оставляет после себя не только лаву, пепел и разрушение. Магма на воздухе быстро остывает и превращается в пемзу. На кадрах видно, у такого пористого стекла небольшая плотность, поэтому оно не тонет. В частности, после извержения одного из вулканов в Индонезии, пемза покрыла поверхность моря на полтора метра вглубь. Этот легкий материал применяют в строительстве, химической промышленности и даже в косметологии. И в завершении выпуска о погоде. 10 августа в городе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 18 до 20 градусов тепла. Днем 27-29 со знаком «плюс». Это были все новости к этому часу. Еще больше интересной информации смотрите на нашем сайте xtv.ru. Телефон редакции 54-51-12. В студии работала Левтина Игнатьева. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok КОМАТОБИЛЬНОЕ МАТОБИЛЬНОМЕдИя КОМАТОБИЛЬНОЕ МАТОБИЛЬНОМЕДИЯ ИГНАТОБИЛЬНОМЕДИЯ